Это художественная выставка, первая в Щелковском историко-краеведческом музее после длительного перерыва, связанного с введением в прошлом году ограничительных мер по коронавирусной инфекции. Теперь музей работает в полную силу и открыт для всех желающих. Новую выставку представляют три художника – Андрей Дубов, Алексей Бородин и Игорь Машин. Их живописные полотна устроители объединили одним общим, весьма поэтичным названием «Повседневность бытия». Выступая на открытии выставки, председатель Комитета по культуре и туризму администрации городского округа Анастасия Кот отметила, что музей будет и дальше приглашать художников, чтобы они могли выставлять свои картины и презентовать их именно здесь, в Щелкове. Ни для кого не секрет, что именно музей является визитной карточкой нашего округа на открытках, на всех календарях. И, конечно же, если к нам приходят какие-то почетные гости, то именно музей становится точкой протяжения. Я вас всех поздравляю с этим знаменательным событием, с открытием выставки. Для Андрея Игоревича Дубова – художника с богатой творческой биографией, участника многочисленных российских и зарубежных выставок, председателя секции живописи Союза художников России, выставка в нашем городе первая. Излюбленная тема в его творчестве – мир простых вещей, окружающих человеков во вседневной жизни. Особая гармония цветового решения и конструктивность композиционного строя отличает работы, представляющие жанр интерьера и пейзажа, которые часто соприкасаются и взаимодействуют с другими жанрами. Очень интересный, самобытный, узнаваемый художник с интересным почерком. И среди его учителей Андрей Воснецов, что, конечно же, наложило отпечаток на все его творчество. Это как раз последователь сурового стиля 50-х, 60-х годов. Алексей Бородин и Игорь Машин – бывшие студенты курса Андрея Дубова, профессора кафедры Института графики и искусства книги имени Фаворского Московского политеха. Уже состоявшиеся художники, они работают в разной манере. Мои ученики, они достаточно разные. То есть у нас нет таких вот стилистически образующих начал. То есть как бы, когда художник после окончания института вот именно вот так пишет. Есть выбор, и человек имеет возможность выбрать свой путь в соответствии со своими симпатиями в изобразительном искусстве. Выставка «Повседневность бытия» в Щелковском историко-краеведческом музее открыта для посещения. Она будет работать до 21 февраля. Андрей Циханович, Александр Роджевский, Щелковское телевидение. Продолжение следует...